Книга «Открытым оком». Тема «Рождение». Том 15. Вопрос 2913. «Вы столько говорите о рождении свыше, о водительстве Духом Святым. Но почему же в молитвах утренних и вечерних об этом нет ни слова, и о проповеди там не читаем?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Потому и нет, как и у Никодима». Евангелие от Иоанна 3.10. Иисус отвечал и сказал ему, «Ты, Учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Они не знали того, и значит вывод соответственно один, что сами не имели рождения от Слова Божия, а верили по убеждению, что есть рай и есть ад, и нужно умолить хозяина пира пропустить их. Они такие и молитвы составляли. Внимательно прочтите все молитвы, а уж о церковных и говорить не нужно, они пропитаны этим содержанием. «Нигде не найдете первоапостольского духа, а все пропитано монашескими вздохами, страданиями, желанием попасть в рай и избежать ада». Это в чистом виде ветхозаветные молитвы, миновавшие псалтирь в его новозаветной трактовке. Включали в молитвы все, что напоминало хотя бы отдаленную молитву и даже то, что поведением и откровением, а больше по своим монашеским представлениям, как молитвы Макария Египетского Василия Великого. А вот то, что стоит во главе, в самом истоке молитв апостолов, того нет ни в одном молитвослове. Почему? Единственное потому, что монахи не были возрождены от слова и никакого значения не придавали благовестию в мире. А потом и вообще ополчились против проповеди, и глушили ее, и бумнили свои молитвы, и главное, чтобы научиться кланяться и молиться цветасто и превыспренне. А вот как молилась церковь. Книга Деяний 4, 24-31. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, «Что метутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками, и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Конец цитаты. «Потому, как всколебалась земля, и потому, что говорили Слово Божие смело, можно без погрешности заключить, что молитва была услышана. Почему же ни в одной сегодняшней молитвы нет этих слов, которые я специально подчеркнул? «Дай рабам твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Составители молитв были монахи, составители житий были монахи, и потому они не могли дать того, чего не имели, привязки к Библии, но гнули и выкручивали под свой куколь. Спасение удобнее всего и надежнее всего, конечно же, в монастыре. «И чтобы ни один не вылазил оттуда и учился молчать, учился молиться по их, уже веками раньше составленным молитвам, более опытными делателями Иисусовой молитвы, которые хранили бисер девства и занимались духовным деланием с созерцанием». Стихотворение Собрание песен сих, где каждый стих наполнен скорбью черную до края, Сложил я, ведатель страстей людских, поскольку сам в себе их порицаю. Писал, чтобы слова дойти могли, до христиан, во всех краях земли. Писал для тех, кто в жизнь едва вступает, как и для тех, кто пожил и созрел. Для тех, кто путь земной свой завершает и приступает роковой предел. Для праведных писал я и для грешных, для утешающих и безутешных, для судящих и для осужденных, для кающихся и грехом плененных. Для добродетелей и злодеев, для девственников и прелюбодеев, для всех, для родовитых и ничтожных, рабов забитых и князей вельможных. Писал равно я для мужей и жен, тех, кто унижен, тех, кто вознесен, для повелителей и угнетенных, для оскорбителей и оскорбленных. Для тех, кто утешал и кто утешен. Писал равно для конных и для пеших. Писал равно для малых и великих, для горожан и горцев полудиких. И для того, кто высший властелин, которому судья лишь Бог один, для суетных людей и для благих, для иноков, отшельников святых, и строки, полные моим страданием, пусть станут для кого-то назиданием, пусть кающийся в горьком прегрешении найдет в моих писаниях утешение, пусть обратит мой труд, мое устердие, себе во благо человек любой. И стих мой, став молитвой и мольбой, да вымолит Господне милосердие. Григор Нарикоцы